Рак 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 будет обращаться к специалистам своевременно, постоянно проходить, ну, регулярно какие-то необходимые проверки у докторов, да, то выявить рак на ранней стадии, в полной реальной вылечить его. Совершенно верно, да. То есть, если человек регулярно приходит, обследуется, ну, скажем так, на наиболее часто встречаемые, или он знает свою наследственность, опухоли, которые были у его кровных родственников, да, это гарантия, что мы сможем выявить опухоль на ранней стадии и успешно ее, как говорится, победить и контролировать в дальнейшем. Ну, получается, что наследственность имеет место быть в возникновении онкологии, да? Естественно, 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 да, это на сегодняшний день, по-моему, не надо никого убеждать, что наследственность – это один из, как говорится, не… Не основной фактор, да? Нет, нельзя сказать так. Для некоторых людей это основной фактор. Для некоторых людей это основной фактор. Это наследственность, как говорится, это плохая наследственность. Ну, что плохая наследственность, нельзя так говорить. Наследственность, отягощенная онкологическими заболеваниями. А для некоторых людей, мы просто много, во-первых, не знаем, и есть какие-то разрешающие факторы, есть какие-то факторы неблагоприятные, которые реализуются и вытекают в опухоль на довольно, скажем так, уже солидном возрасте. Ну, что за примером далеко ходить? Сейчас прогремевшая, нашумевшая история с Анжелиной Джоли, пожалуйста. Это на сегодняшний день, как говорится, этот человек действительно не скрыл все, а она сделала достоянием гласности. Да, она действительно является носительницей мутации гена Берсиэй. У нее действительно очень высокая вероятность рака молочной железы, поэтому она поступила абсолютно грамотно. Вот так. То есть тоже своевременно получается? Своевременно. Вот мы поговорили уже об одной из группы риска по заболеванию онкологией. Какие еще люди, которые подвержены каким-то привычкам, может быть, неправильному питанию, являются теми, кто потенциальными носителями рака? Да, Аня, тогда надо говорить уже о каких-то конкретных заболеваниях, каких-то конкретных видах злокачественных новообразований. Ну вот, с чего начнем? Давайте. Ну, например, питание. Вот я читала, да? Нет, давайте начнем. Если заговорили про питание, да. Ну, хорошо. Вот имеется такое злокачественное новообразование, как рак ободочной кишки. Во-первых, отмечено, что чаще болеют люди те, которые употребляют пиво. Раз. Во-вторых, чаще болеют люди, которые любят копченое мясо. Ну, барбекю жареное. Да, вот такая, там не очень сильная, но связь есть. То есть, люди, которые предпочитают мясную пищу, у них вероятность заболеть раком ободочной кишки больше, чем у всех остальных, кто живет рядом с ним. Другая привычка, если мы возьмем наиболее распространенную, наиболее болезненную для нас, это рак легкого. На первом месте у нас, у мужчин, стоит рак легкого. Тут никуда мы от этого не денемся. Просто это самое, это, ну, скажем так, это наша большая беда. Почему? Курение. Все очень просто. То есть, это люди, которые начинают курить в возрасте, ну, скажем так. Ну, юном, да, наверное. Да, да, да. Для того, чтобы показаться, что он это самое, он уже взрослый, да, взрослый, достиг какой-то определенного уровня, вот. Потом это остается привычкой, и, как правило, они бросают курить уже у нас, в нашем диспансере, потому что уже здоровья не хватает. Вот так. Ну, то есть, в принципе, все достаточно понятно, и просто нужно следить за собой, за своим питанием, за здоровьем, и, наверное, обращать внимание, как я поняла, на свои, как вы сказали, да, заболевания хронические. Да, еще хочу сказать, еще у нас есть одна патология, которая действительно связана, которая действительно связана с некоторыми нашими привычками. Я говорю о раке кожи. То есть, мы являемся одной, мы являемся лидирующим регионом в России по раку кожи. Почему? Потому что мы, ну, один из наиболее южных районов. Это с одной стороны. Вот. И у нас люди действительно проводят большое время на солнце, загорают. И при этом рак кожи, базально-клеточный рак кожи, плоскоклеточный рак кожи у нас стойко и занимает лидирующее. Второе место, он четко всегда. Слава Богу, что мы, кажется, умеем хорошо лечить эту локализацию. Это меланома, да, так называют? Нет, нет, нет. Мы говорим с вами про рак кожи. Именно рак кожи, именно базально-клеточный, и это наиболее частый. Мы говорим с вами про плоскоклеточный рак. Меланома – это немножко другое. Это происхождение другое. Рак – это из эпителиальных клеток. Меланома – из меланоцитов. Это клетки нейроэктодермального происхождения. То есть, это, так скажем, их, они в свое время переселились из центральной нервной системы в кожу. Это немножко другое. Тоже связано с инсоляцией, но больше, как говорится, с такой залповой инсоляцией, что когда человек, ну, поехал из зимы в лето, дорвался, да, 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 а потом это самое, потом месяца через 3-4 уже к нам. Много споров также вокруг так называемых соляриев, которым злоупотребляют часто девушки, да и мужчины, в принципе, некоторые тоже любят там загорать. В отношении соляриев я могу сказать, в принципе, все хорошо в меру. Вот. Конечно, шоколадный цвет кожи – это здорово, но, с другой стороны, на сегодняшний день есть зависимость. То есть, что такое солярия? Это ультрафиолетовое излучение. Но какое бы ультрафиолетовое излучение ни было, мягкое там оно или как-то по-другому говорят, обязательно уничтожаются стволовые клетки кожи. Их уже ничем не восстановить. Вот так. Владимир Иосифович, я знаю, что Вы можете привести некоторую статистику по Приморскому краю, по Владивостоку. Ну, за прошлый, ну, сейчас, 16-й год, я еще не могу сказать. А вот за 15-й год, почему? Потому что еще, как говорится, извините, сегодня у нас февраль, и еще идет пока обработка данных. А вот за 15-й год у нас было около 7 тысяч новых случаев заболевания, злокачественные новообразования, я имею в виду по краю. Вот. Но я хотел бы сказать и другую статистику. Ведь боли у нас на учете состоит почти 40 тысяч человек. Это те больные, это и больные, и те, кого мы вылечили. И огромное число, они ведь не говорят об этом, это те, кого мы вылечили, и они живут более 5 лет. Более 5 лет. То есть, это большое, поверьте мне, это большое количество, это более, по-моему, 18 тысяч у нас. Вот. Поэтому мы, как говорится, мы лечим, и мы вылечиваем. Почему при этом многие, зная, ну, безусловно, понятно, если ты вовремя обратишься к специалисту, как мы уже говорили, то, соответственно, и результат будет, вероятно, 100% хороший. Ты сможешь вылечить заболевание. Почему люди, ну, может быть, даже халатно относятся часто у нас к своему здоровью, и не идут, запускают, там заболела, ну, как-то тогда пройдет, пройдет. Списывают все на различные другие факторы и не думают, что это может быть первым звоночком. Вы знаете, дело в том, что, во-первых, боятся. Потому что, ну, у нас такая ассоциация, я имею в виду, население, не говорю о врачей, население, если поставлен диагноз злокачественного образования, это уже приговор. Это неправда. Мы лечим, и мы вылечиваем. Вот. Конечно, чем раньше начали лечить, тем лучше. И результат у нас будет гораздо лучше. Вот. И с меньшими потерями для здоровья, и меньшими экономическими потерями. Понимаете, здесь все взаимосвязано. Вот. Но на сегодняшний день, вот, в населении имеется, вот, имеется убеждение, что, да, действительно, злокачественное образование – это фатальный диагноз. Ну, это не совсем правда. Это, скорее, даже неправда. Мы можем лечить. Поэтому боятся об этом услышать. Некоторые женщины, вот, ко мне, которые приходят на прием, они по полгода, по три, по четыре месяца ходят уже с наличием образования, той же молочной железе. И спрашиваешь, почему, почему не приходили? Да вот, думала, рассосется. Нет, это вот, простите, это вот та самая политика страуса. Ну, оно может… Да, 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 может быть, оно пройдет. Это с одной стороны. С другой стороны, мы с вами, каждый считает себя уникальным человеком. Может, плохое произойти с кем угодно, но не со мной. Понимаете? Поэтому, а ведь нужно обязательно, когда проходит человек обследование, ведь для этого потребуется время, так ведь? Какие-то… Это надо организовать, даже если кто-то организовал для тебя. Это надо прийти, понимаете? Вот. Поэтому не всегда это самое, не всегда люди этим пользуются. Вот таким вот образом. Я считаю, вот так. Есть ли какие-то общие симптомы, на которые стоит обратить внимание? Это такой первый звоночек тому, что нужно идти к специалисту. Ну, вот я… Давайте вот немножко вот расставим все по своим местам. Понимаете, вот идеальный вариант для нас, для онкологов, лечить тот рак, который еще не болит и выявляется только нашими инструментальными методами. Допустим, тот рак, допустим, рак желудка при помощи гастроскопии, колоноскопии, если это ободочные кишки, при помощи маммографии, рак молочной железы или рак шейки матки при помощи цитологического исследования. Это идеальный вариант для нас. Это тот вариант, за которым мы боремся, как говорится. Дай бог, как говорится, чтобы у нас так все было. Но если появляется симптоматика, если появляется какое-то образование, или появляются боли, или появляется кровотечение, вот, это уже кашель при заболеваниях легких, это уже звоночек уже не первый. Понимаете? Это уже мы говорим о своевременности. То есть, чтобы диагноз действительно соответствовал своевременному, то есть, есть симптоматика, есть у человека образование, на которое он жалуется, но лечить еще не поздно, как говорится. Мы можем предпринять какие-то, да, с большими потерями, но мы можем больному гарантировать жизнь. Вот так. А вот, что, собственно, какие обследования человек должен проходить, и какие есть методы профилактики еще, может быть? Ну, давай, здесь нужно говорить конкретно о каждом злокачественном образовании. Давайте начнем, наверное, с женщин. Вот так, как говорится, стезиату, поле, в котором я занимаюсь. Во-первых, это рак молочной железы. Значит, женщина должна, начиная с 40 лет, проходить маммографию раз в два года. Это правило без исключения. То есть, маммографы у нас есть, есть цифровые маммографы, которые позволяют, как говорится, увидеть все, что это самое скрыто для аналоговых. Вот. Можно сделать прицельную маммографию, можно сделать пункцию, ну, биопсию под контролем маммографии. У нас все это есть. Вот. Это должно быть. Это правило. Обязательно осмотр, ну, может быть, онколога или осмотр, обычно сейчас это переложили на гинекологов, они должны осматривать молочные железы. То есть, не все маммография может выявить, а до 35, вернее, даже до 40, женщины должны делать УЗИ молочной железы. То есть, если это образование есть, оно выявляется при ультразвуковом исследовании. Далее. Если говорить о наследственном раке, то, в принципе, нужно сделать, желательно сделать обследование на носительство мутаций гены Берсей. Ну, есть. Это делается у нас в нескольких клиниках. Я не буду их рекламировать, но это у нас делается. Те, кто заинтересован, они могут спросить. Они найдут, конечно. Да. Найдут способ и найдут где. Вот. Но здесь есть некоторые нюансы. Вот нельзя делать у детей до 18. Не то, что нельзя, нежелательно. Почему? Потому что информация об этом должна быть закрытой. Ну, представьте себе. Если у мамы рак молочной железы, у женщины рак молочной железы, она сделала исследование на носительство гена Берсей. Оно положительное. Сделала своей дочке, которой еще нет 16 лет. А после этого, если вывезли положительный, эта информация станет, допустим, доступна для банка. И дадут кредит. Вот такие. Или, ну, здесь масса вопросов возникает, понимаете? Поэтому в данном случае, естественно, здесь надо подходить очень осторожно. С другой стороны, с другой стороны... Рак легких, да? Рак легких, да. Надо делать, ну, на сегодняшний день наиболее таким методом обследования является флюорография. Регулярно она должна проводиться. Вот. По раку шейки матки обязательно цитологическое исследование. Вот сейчас у нас есть несколько, поставили несколько аппаратов. Делается исследование на мировом уровне так, как положено. Краска идет по Папа Николау, это ПАП-тест так называемый. Вот есть жидкостная цитология. То есть, если делается исследование, оно должно проводиться так, как положено, как по всем мире. То есть, извините, у нас 100 лет красили это самое, Азур и Азином. Это на сегодняшний день, это уже середина 20 века. На сегодняшний день красят везде, во всем мире, это ПАП-тест. И в Владивостоке сейчас, пожалуйста, это все можно сделать. То есть, если делается мазок у женщины при исследовании у гинеколога, надо поинтересоваться, это какой метод будет окраски? Это будет ПАП-тест? Или это будет обычный наш, извините, то, чем мы раньше красили? Там немножко разная диагностика. И выявляемость при ПАП-тесте гораздо выше. Просто потому, что он покрашивается по-другому. Дальше. Исследование на скрытую кровь для лиц, которые рискуют заболеть раком ободочной кишки. В принципе, после 50 лет нужно всем, я не помню, сейчас там кратность, но нужно всем обязательно пройти анализ на скрытую кровь. Если там имеется положительный анализ, то обязательно надо сделать колоноскопию. Пожалуйста, у нас это делается под наркозом. Это можно пройти этот тест. То, что вот сейчас предлагается еще, извините, реакция Грегерсена, это тоже уже отжившее свое. Вот обычно вставляют в обследование реакцию Грегерсена. Она малоинформативна по сравнению с современными иммуноферментными методами. ПСА для мужчин, то есть это для исследования, это обследование на рак предстательной железы. У мужчин рак предстательной железы на втором месте. Никуда от этого не денешься. Мы хотя его можем очень неплохо лечить, но все равно лучше, как говорится, знать об этом, лучше заранее быть подготовленным, чем уже потом, как говорится, хвататься за голову, что там слишком большое образование. Вот таким вот образом. Хотела также задать вопрос об иммунотерапии. Расскажите о ней, пожалуйста. Ну, иммунотерапию мы широко применяем. У нас большой арсенал, это так называемые, таргетных препаратов. То есть это антитела против каких-то специфических опухолевых молекул. Они специально, как говорится, их специально готовят. Вот. Ну, например, мы уже больше, наверное, около 20 лет, ну, не 20, но, да, где-то около 20 лет, мы применяем герцептин. Это препарат, который, это относится к моноклональным гуманизированным антителам для лечения рака молочной железы. У нас сейчас проходит более, я сейчас не могу сказать точно цифру, но более 4 десятков, это точно, человек получает сейчас такую терапию. Она дорогая, да. Вот на прошлый, нет, он просто прошлый год, такая терапия стоила на курс примерно полтора миллиона. Ну, но она того стоит. Она того стоит. У нас есть моноклональные антитела против опухоли ободочной кишки. Для рака желудка применяется, для рака легкого. Вот. Это, я считаю, что это был, это действительно был прорыв в лечении злокачественных новообразований. Вот сейчас таргетная терапия, это отдельный совершенно, отдельный раздел в лекарственном лечении злокачественных новообразований. И новые препараты появляются, и так точно так же. Ну, то есть, это фирмы сейчас заинтересованы в том, чтобы новые молекулы придумать, вот. Но это уже совершенно другая тема. Такая отдельная, обширная очень тема. Да, это совершенно другая тема. Ну, главное, что мы знаем, что медицина совершенствуется, она стоит на месте. Да, точно так же вот иммунотерапия, это применение интерферонов для лечения меланомы, пожалуйста, у нас она применяется. То есть, это все и так же доступно и во Владивостоке? Да, это все у нас есть. Это все у нас есть. Нам уже пора скоро, к сожалению, заканчивать наш разговор. И я бы хотела уделить внимание одному немаловажному моменту, как мне кажется. Вот у нас февраль – это такой, наверное, месяц борьбы с раком. 4 февраля был день борьбы международной с онкологией. 15 февраля день борьбы с детской онкологией. Я знаю, что вы можете сказать как раз про международный день борьбы с онкологией, да, не с детской, но тем не менее. Мне кажется, здесь особой разницы нет, это очень важная информация. Вот какие мероприятия в связи с этим проходят у нас в городе, где люди могут прийти, может быть, ознакомиться с необходимой информацией? Ну, если, значит, у нас сейчас проходит акция в онкологическом диспансере, я сразу скажу, мы работаем на базе онкологического диспансера, я сотрудник медицинского университета, но мы работаем на базе диспансера. Я знаю, что там сейчас проходит акция по выявлению раннего рака молочной железы и, по-моему, женской половой сферы. Там можно пройти маммографию, можно пройти обследование, но после приема, то есть определяется показание. Для каждой процедуры ведь требуются показания, это должен определять их врач. То есть сейчас такая акция проводится у нас в поликлинике в онкологическом диспансере. Да, она есть. То есть каждый желающий может прийти, ознакомиться с информацией, пройти консультацию специалиста. Да, и после этого, если ему показано, то будет самоназначено обследование. Владимир Васильевич, спасибо вам огромное, что вы к нам пришли, что нашли время. Спасибо за ваши такие нужные советы. Я думаю, что телезрители прислушаются. Спасибо за приглашение. Спасибо большое. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова